Сегодня поздравляю. Скажите, вот были ли такие ожидания, что уже в Пахлюке удастся размочить счет? Спасибо. Ну, это биатлон. Придется, как-то, как можно ждать везде. Главное, чтобы быть готовым. Ну, по ходу стартов, которые были здесь, Александр говорил, что он постепенно разгоняется, и состояние становится лучше. Мы сегодня... Он все не доказал. О других ребятах надо было стрелять чисто, и тогда можно было рассчитывать на очень хорошие. Вот это касается и Елисеева, и Гараничева. Елисеев с Лёшкой не справился, у него два промаха. Но Гараничева настолько, насколько это было один. В общем-то, если говорить о вашей команде, да, сегодня, Дима Малышка на Лёшке имел три промаха, которые просто не должен был делать. Вообще у Малышка, Слепого и Елисеева много промахов на Лёшке. Есть какая-то система? С Логиновым, какую работу над ошибками после неудачной стрельбы в индивидуалке проделали? Ну, я не считаю, что у него там неудачная стрельба была. Потому что там три промаха был на нем. Это не так много, но при такой погоде, да, это, конечно, не галантно. Это для того, чтобы у него габаритные выстрелы были, падение было перед последней строки. Забил прицел и пришлось терять время, попробовать чистить его. Как он говорит, так все равно он не выдал оттуда воду и не совсем хорошо было видно. В Конте-Олахте он жаловался на лыжи, сейчас с этим вопросом лучше стало? Да, мы в полном контакте с Весером, он помогает. Еще хотел спросить по поводу у Гараничева. Сегодня у него заскользил он на коврике немножко. Вот, как считаете, действительно сильно мешало? То, что коврики такие скользкие. Ну, может быть, только стал конденсат садиться, я не знаю. То, что надо спросить у него, потому что стало немножко отхолодать на следующем. Ну, в общем-то, как получилось, получилось. Немного один промах, но я думаю, что до начала сезона это нормальный результат. Фуркат сегодня удивил вас слабой скоростью? Да, сегодня, ну, вчера в гонке, в индивидуальном, не особо уверен, что еще со мной один. Сегодня просто удивил, хотя стартовый номер уже хороший, но не знаю, может быть, не совсем еще тех кондиций, которые, наверное, начинается. В дальнейшем заключительный вопрос, в дальнейшем какие планы, вот на следующий этап будут ли какие-то перестановки в командах по итогам этапов? Ну, ротацию мы планировали на новое место, посмотрим, как наши будут выступать еще там в Реднауне. Ну, и будем принимать ресурсы. Конечно, результаты, которые показывают, мы потом следуем в воде и в гонках, они нас не устраивают. Будем, думаю. Кристина Ильченко, получается, только в новое место сможет? Что? Кристина Ильченко. Ильченко, да, если 15-го числа будет исполкан, если они положительные решатки, то в новое место мы подожди. Да, в новое место мы подожди. Спасибо.